Юлия Викторовна Котовская, это герметологический центр при Втором медицинском институте, современные возможности диуретиков в связи с институтом лечения артериальной гипертонии. Я выключаюсь, вы можете говорить. Спасибо большое, Павел Андреевич, за представление, за вступление. Итак, уважаемые коллеги, мы сегодня поговорим вновь о диуретиках и вновь об артериальной гипертонии. Действительно, проблема лечения артериальной гипертонии практически бесконечна, потому что, если говорить о распространенности гипертонии в мире, она чрезвычайно высока, в нашей стране также высока. Я представляю Российский геронтологический научно-клинический центр. И вот, например, данные первого эпидемиологического исследования «Эвкалипт» по распространенности хронических неинфекционных заболеваний и гериатрических синдромов у пациентов 65 лет и старше, говорят нам о том, что практически каждый первый пациент после 75-ти имеет артериальную гипертонию или принимает антигипертонизивные препараты. И, безусловно, мы с вами хорошо знаем, в соответствии с клиническими рекомендациями, диуретики, прежде всего мы говорим о тиозидоподобных диуретиках, являются ключевыми компонентами как комбинированной терапии, как двухкомпонентной, трехкомпонентной. Без применения тиозидного диуретика мы с вами не можем сделать заключение о резистентности артериальной гипертонии. Ну и, безусловно, что касается пациентов пожилого возраста, сохраняют свою актуальность эти препараты и в качестве монотерапии. Я напомню, что пациенты 80 лет и старше, а также пациенты со старческой астенией. Что это такое, я сегодня не буду об этом говорить, хотя это очень часто делаю в своих лекциях. Адресую лишь вас клиническим рекомендациям старческая астения, которые адресованы не только врачам-гериатрам, наверное, а в первую очередь врачам-терапевтам-участковым, врачам общей практики, потому что гериатрия, встреча с пожилым человеком начинается именно с врача первичного звена. В соответствии с современными рекомендациями, еще раз, тиозидоподобные диуретики занимают свое достойное место в лечении артериальной гипертонии. И более того, мы можем сегодня с вами говорить о том, что это краеугольный камень в лечении артериальной гипертонии. Я вам позволю себе напомнить вообще историю лечения артериальной гипертонии, которая уже насчитывает более 70 лет. И вы видите, что с конца 50-х, начало 60-х годов современные диуретики присутствуют в комплексе антигипертензивного лечения. И те три тиозидных диуретика, из которых только один тиозид гидрохлоротиозид и два тиозидоподобных диуретика, хлортолитон и эндопамид, по сути сейчас остались в реальной клинической практике, по крайней мере в нашей стране. В некоторых странах, в основном в Великобритании, еще используется бендрофлюметиозид. Но вот наши рекомендации и в нашей стране доступны именно вот эти три ключевых диуретика, три ключевых представителя класса. И, наверное, я не погрешу против истины, что, по сути, эндопамид является наиболее часто назначаемым лекарственным препаратом. И, по сути, вот из этих трех препаратов только эндопамид используется в качестве монотерапии, реально используется в качестве монотерапии артериальной гипертонии, несмотря на то, что этот препарат доступен в том числе и в виде фиксированных комбинаций. Гидрохлоротиозид – это препарат, который прочно занял свое место в фиксированных комбинациях, хотя он может быть использован в качестве монотерапии, но это в настоящее время бывает достаточно редко. Гидрохлоротилидон, по сути, тоже у нас используется в основном в качестве комбинированного лечения. Итак, эндопамид, да, прежде всего, это тот эталонный на сегодняшний день тиозидоподобный диуретик, который используется как в комбинированной терапии, так и в монотерапии для лечения гипертонии. Итак, почему мы говорим о том, что диуретики – это краеугольный камень антигипертонизированной терапии? По сути, без этих препаратов зачастую бывает невозможно достичь целевого артериального давления. И вот проведите параллель между вот тремя вот этими последовательными слайдами, которые я сейчас продемонстрирую. Это не новейшие данные, но я умышленно демонстрирую именно данные мониторинга с начала 2000 года по 2010 назначения лекарственных препаратов и забегая вперед контроля артериального давления, как поменялы ли тренды назначения лекарственных препаратов показатели контроля. Потому что вот сейчас, например, вот эти исследования, которые очень хорошо проводятся в Соединенных Штатах, а это данные именно американского исследования, очень сложно интерпретировать, потому что у них показатели контроля артериального давления упали, но не потому, что изменился характер назначения лекарственных препаратов, а потому что, как вы помните, американцы поменяли и диагностические критерии гипертонии, и, соответственно, целевые значения. И если европейцы более мягко подошли к целевым уровням, и российское кардиологическое общество придерживается европейского подхода, то американский подход ниже 130,80 для всех. Итак, обратите внимание, что сделало и как изменило назначение теозидных диуретиков, современная эра начинается после исследования ОЛХАД, да, с 2003 года, и назначение лекарственных препаратов, и показатели контроля артериального давления. В диуретике увеличилась частота использования диуретика. В принципе, увеличилась частота использования диуретиков, это верхняя сиреневая линия, в том числе и в составе комбинированной терапии. Ну и обратите внимание, как это сказалось на показателях контроля артериального давления. Красная линия – это все пациенты с артериальной гипертонией, да, желтая линия – сахарный диабет и ХБП, да, это те группы пациентов, которые до 2018 года имели более низкие целевые уровни артериального давления. Сейчас, как вы знаете, да, придерживаются практически общепринятых целевых уровней артериального давления в зависимости от возраста. Моложе 65, диапазон 120-129, да, за исключением ХБП, которые независимо от возраста 130-139, старше 65 лет – 130-139 мм штукного столба для систолического, 70-80 для диастолического. Итак, теозидоподобные диуретики – это не только препараты, которые можно назвать ответственными за улучшение показателей контроля артериального давления на протяжении многих лет, но это очень хорошо изученные препараты в различных классических рандомизированных клинических исследованиях с самым разным дизайном. И в плацебо-контролируемых исследованиях, или в исследованиях назначения препарата против отсутствия лечения, в сравнительных исследованиях, в качестве комбинированной терапии, в качестве второго препарата. Они изучены в том числе и в составе фиксированных комбинаций, в сравнении с другими режимами фиксированных комбинаций без теозидного диуретика, фиксированных комбинациях против плацебо, но отсутствует один единственный тип исследования. На сегодняшний день мы с вами не располагаем рандомизированными клиническими исследованиями с прямыми сравнениями представителями классов. Однако, еще раз следует подчеркнуть, что вот эта обширнейшая доказательная база, которую имеют современные теозидные диуретики, обратите внимание, что только два исследования выделены специально цветом, это ВХАС и МАФИ. Это исследования, когда диуретики не продемонстрировали своего преимущества или оказались хуже, чем сравнительные препараты сравнения или стратегия сравнения. В остальных других исследованиях диуретики оказались или терапия, содержащая теозидоподобные диуретики, оказались победителем, да, и это видно практически по всем группам лекарственных препаратов, по всем различным клиническим исследованиям. И надо сказать, накопленные на сегодняшний день данные в определенной мере компенсируют нам отсутствие исследований с прямым сравнением теозидоподобных диуретиков, поскольку данные, которые объединены в метаанализ, популяции исследованных пациентов настолько широки, да, что позволяют сформировать вот эти популяции, которые более-менее сопоставимы по своему профилю, по своему представительству. И эти метаанализы, наиболее обширные из которых был опубликован несколько лет назад, говорят о том, что среди трех диуретиков, которые используются сегодня в нашей клинической практике, именно стратегия, основанная и включающая эндопамид, значительно обладает способностью снижать смертность от любой причины, да, и очень эффективно, да, в отличие, например, терапии от хлортолидона в отношении профилактики отдельных видов сердечно-сосудистых событий, да, и еще раз повторюсь, в том числе смертности от всех причин. Ключевыми исследованиями с использованием эндопамидом можно назвать исследование Хайвет, исследование Прогресс, исследование Эдванс, и надо сказать, что эти исследования отвечали на самые горячие вопросы, которые стояли на момент проведения этих исследований в области гипертензиологии. Например, исследование Хайвет на сегодняшний день остается единственным исследованием в популяции 80 лет и старше, и именно это исследование подарило нам стратегию лечения пациентов очень пожилого, да, очень продвинутого возраста. Начало с низкой дозы одного препарата в монотерапии, и этим препаратом должен быть эндопамид, да, и только после того, как не достигается необходимая эффективность, да, при условии хорошей переносимости, добавлялся второй препарат в дозе, которая, как правило, неэффективна при использовании в монотерапии, а именно перендоприл 2 мг, который использовался в исследовании Хайвет в качестве второго препарата. И обратите внимание, выраженным была эффективность терапии, основанной на эндопамиде в виде снижения сердечной недостаточности, сердечно-сосудистых событий и смертности от любой причины. И это исследование доказало, что необходимо ли снижать артериальное давление у пациентов пожилого возраста, но у крепких пациентов пожилого и старческого возраста. Исследование «Прогресс», в котором также использовался эндопамид, отвечало на вопрос, нужно ли лечить артериальную гипертонию пациентов с перенесенным инсультом. Это было также плацебо-контролируемое исследование, и оно продемонстрировало способность терапии с включением эндопамида, именно с включением эндопамида, поскольку первым препаратом был ингибитор ангиотензим-превращающего фермента, но именно в группе с использованием монотерапии было продемонстрировано значительное снижение различных цереброваскулярных и сердечно-сосудистых конечных точек. И, по сути, несмотря на то, что это исследование не было адресовано сравнению режимов моно- и комбинированной терапии, это исследование еще раз подчеркнуло необходимость азидного диуретика в комбинированном лечении пациентов с цереброваскулярной болезнью. Исследование «Эдванс» также включало эндопамид в комбинации с перендаприлом в виде фиксированной комбинации, но, тем не менее, очень важно, что стратегически это исследование отвечало на то, до какого уровня и как следует контролировать артериальное давление у пациентов с сахарным диабетом, поскольку препараты назначались независимо от уровня артериального давления. И вот эта стратегия с использованием теозидного диуретика также привела к значительному улучшению и снижению риска неблагоприятных исходов. Итак, возникает вопрос, а что же отличает эндопамид о других теозидоподобных и теозидных диуретиках? Прежде всего, фармакокинетические характеристики. Все современные диуретики имеют сульфономидную группу, точка приложения – дистальные звитые канальцы. Однако, в отличие от других представителей, которые сегодня используются в лечении артериальной гипертонии, эндопамид выводится печенью, а не почками. Период полувыведения от 14 до 18 часов, что позволяет препарат использовать однократно в сутки. Очень длительный период выведения хлортеледона сыграл в свое время с препаратом «Злую шутку», попытки назначения через день, но не привели к убедительной эффективности, оказались несостоятельными. Очень длительный период полувыведения трансформировался в том числе при применении препаратов монотерапии в повышение риска гипокалиемии. Принципиальным отличием механизма действия эндопамида является несколько его свойств, в том числе антагонизм кальциевых каналов. И те доктора, которые постарше, может быть, помнят ту историю, когда эндопамид даже некоторое время считали антагонистом кальция. Однако, все-таки это классический тиозидоподобный диуретик. В отличие от других тиозидоподобных диуретиков, он также обладает способностью уменьшать окислительный стресс, воздействует на простагландины, и таким образом, по сути, он объединяет вот эти лучшие эффекты, которые обуславливают как адоснижающий эффект, так и органопротективный эффект диуретиков. Сегодня уже Павел Андреевич сказал, что спонсором нашего трансляции является компания «ПрометСС», которая является автором препарата «Эндап». Я думаю, вы хорошо все знаете этот препарат, и очень важно, когда мы говорим о препаратах, представителях, последователях оригинального препарата, очень важна демонстрация терапевтической эквивалентности, и исследования, выполненные группой Сергея Юрьевича Марцевича, вы хорошо знаете, наверняка знакомы с работами Сергея Юрьевича, ведущий наш клинический фармаколог, которые исследования продемонстрировали терапевтическую эквивалентность «Эндапа», который доступен на нашем рынке оригинальным формам «Эндапамида». По сравнению с гидрохлоротиазидом «Эндапамид» обладает выраженным органопротективным эффектом, обладает способностью снижать риск цереброваскулярных событий, кардиальных событий, обладает защитным действием на различные структуры сосудистого русла, и самое главное – это диуретик, который обладает метаболически нейтральным профилем, и современные руководства, в частности, руководства по лечению пациентов с коморбидными состояниями, рекомендуют «Эндапамид» в качестве диуретика выбора в лечении пациентов с метаболическим синдромом. И вот эта способность и разнообразие фармакодинамических эффектов «Эндапамида», его механизм действия позволяют препарату воздействовать как на процессы атеросклероза, то есть формирования атеросклеротической бляшки. Препарат, еще раз повторюсь, обладает антиокислительным действием и противовоспалительным действием. Основа, то, что лежит в основе формирования атеросклероза, но и обладает препарат и воздействием на процессы артериосклероза, то есть процессов формирования жесткости сосудистой стенки. Еще раз повторюсь, по сути, артериосклероз – это признак старения артериального русла, связанный с дисфункцией эндотелия, со снижением продукции оксида азота, с окислительным средством воспаления, и, по сути, на все эти компоненты может влиять эндопамид. Глобально артериальная жесткость определяется как структурным состоянием сосудистой стенки, большой вклад в этом отношении вносит как в соотношение коллагена и эластина, так и гипертрофия гладкомышечного слоя. Это динамический компонент сосудистой жесткости, который определяется сосудистым тонусом. И сегодня вот эти механизмы действия эндопамида, о которых я уже сказала, позволяют препарату влиять как на структурный компонент. В нашем распоряжении имеются данные, которые говорят о том, что уменьшается гипертрофия гладкомышечного слоя при применении эндопамида, так и на динамический компонент. Поэтому не случайно эндопамид внес свой вклад в доказательство того, что диуретики являются эффективными препаратами для снижения центрального артериального давления. И еще один очень важный момент, который следует особенно отметить, особенно обсуждая лечение пациентов пожилого и старческого возраста, эндопамид способен восстанавливать баррорецепторную чувствительность, а это означает минимизировать риски развития ортостатической гипотонии. И еще раз повторюсь, эндопамид относится к тем немногочисленным препаратам с доказанной антиоксидантной активностью. Но надо сказать, что путь диуретиков был не так уж гладок, и на этом пути были развеяны ряд мифов о применении диуретиков. Прежде всего обсуждалось во время, при проведении различного рода исследований, что побочные эффекты диуретиков, в частности в отношении обмена мочевой кислоты, калия, холестерина, могут привести к развитию коронарной болезни сердца. Однако, еще раз повторюсь, ни одно клиническое исследование не подтвердило значимости этих метаболических нарушений. Очень активно обсуждались метаболические эффекты диуретиков, связанные с отрицательным влиянием на углеводный обмен, в частности повышение риска сахарного диабета. И специально этому вопросу были посвящены ряд исследований. И оказалось, что риск развития сахарного диабета при применении диуретиков был связан с развитием гипокалиемии, а при осуществлении профилактики гипокалиемии или выборе препарата или дозы препарата с минимальным риском развития гипокалиемии, риск развития сахарного диабета не повышался. И надо сказать, что сахарный диабет, который развивался на фоне терапии диуретиков, в отличие от сахарного диабета, который развивался, например, при применении ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента, а этому классу свойственны антидиабетические эффекты, оказалось, что он ассоциированный с применением диуретиков, сахарный диабет обладает более благоприятным прогностическим профилем по сравнению с сахарным диабетом, который развивается на фоне применения блокаторов ренин-ангиотензиновой системы. И, соответственно, как мы можем избежать неблагоприятных метаболических эффектов на углеводный обмен? Опять-таки, еще раз повторюсь, выбор диуретика, и вы видите, индопамид обладает абсолютно благоприятным профилем в отношении влияния на сывороточный калий, глюкозу и мочевую кислоту. Соответственно, так, уважаемые коллеги, что-то пошло не так. Я приношу извинения. Прошу прощения. И, соответственно, сегодня мы говорим о том, что у нас появляется в распоряжении новая возможность применения индопамида, не только как препарата метаболически нейтрального, но и препарата с возможностью широко варьировать дозами. У нас появилась делимая таблетка Индапа, которая позволяет использовать нам препарат как в дозе 2,5 мг, так и в самой маленькой дозе 0,625. Делится таблетка на 4 части. При этом таблетка делится очень удобно. И мы можем использовать препараты, в том числе в свободных комбинациях, которые недоступны на нашем рынке в качестве комбинации с фиксированной комбинацией. И очень важно, например, комбинирование с препаратом нетрендепин, с нетримедом, который позволяет нам объединить церебропротективные эффекты двух лекарственных препаратов. И таким образом появление современной лекарственной формы Индапамида позволяет нам очень тонко управлять уровнем артериального давления. И нашим центром, в частности, инициирована такая наблюдательная программа, которая позволяет нам продемонстрировать, в каких различных клинических сценариях может быть полезно использование вот такой стратегии применения делимой таблетки Индапамида. Например, это сценарий начала антигипертензивной терапии у пациентов 80 лет и старше. Это добавление Индапамида к монотерапии практически любым классам антигипертензивных препаратов. Это добавление Индапамида к комбинации, не содержащей тиозидный диуретик. И стратегии так называемого депрескрайбинга, когда по разным причинам пациентам, в частности пожилого возраста, может быть показано уменьшение интенсивности антигипертензивной терапии, в том числе при переходе с фиксированной комбинацией с использованием индапамида. И еще один сценарий, который очень важен у пациентов всех возрастных групп, это переход на диуретическую терапию с минимизацией метаболических эффектов. Я не случайно говорю о пациентах пожилого возраста, потому что эта группа пациентов очень важна. И по сути, те пациенты, которые попадают в поле зрения врача-гириатра, реальная практика – это ослабленные пациенты, мультиморбидные. Они также нуждаются в снижении артериального давления для профилактики, прежде всего, сердечно-сосудистых осложнений. Но надо сказать, что эти пациенты никогда не включались в рандомизированные клинические исследования. А вот картинка справа наглядно демонстрирует, почему мы не можем одинаково лечить пациентов пожилого возраста, потому что это очень гетерогенные пациенты. Кто-то из них, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает активный образ жизни, а кто-то в том же возрасте уже полностью зависит от посторонней помощи, является так называемым хрупким, с выраженной старческой астенией. Поэтому очень важно определение не только физического состояния пациента, но и так называемого биологического возраста, и гериатрическая оценка дает нам очень большую пользу в этом отношении. И очень важно понимать, что у пациентов старшего возраста необходимо как можно чаще пересматривать антигипертензивную терапию. Не значит, что ее нужно часто менять, но нужно ее пересматривать по мере продвижения пациента по возрасту и уделять особое внимание ее эффективности и безопасности, потому что пациенты пожилого возраста – это, как правило, пациенты мультиморбидные, с высокой лекарственной нагрузкой, с полипрагмазией. И зачастую лекарственная терапия, а именно антигипертензивная терапия, является стратегией, которая позволяет уменьшить лекарственную нагрузку на пациента пожилого возраста. И если мы говорим о пациентах старшего возраста, то очень важно проводить скрининг синдрома старческой астении, потому что все, что мы знаем о достижении целевого уровня артериального давления, это касается пациентов с сохранным функционированием и с сохранной автономностью. И вот этот подход определения степени сохранности пожилого человека ложится в основу индивидуального подхода, индивидуализированного подхода к лечению пациента пожилого возраста и определения уровня целевого артериального давления. И, безусловно, здесь очень важно взаимодействие врача общей практики, врача-терапевта с врачом-гириатром. И кандидатами для уменьшения интенсивности антигипертензивной терапии являются, еще раз повторюсь, пациенты с утратой автономности, зависимые от посторонней помощи, у которых особенно опасно снижение уровня артериального давления ниже 130 мм штутного столба. И надо сказать, что сейчас накапливается большое количество данных и большое количество исследований, которые позволяют нам определить вот эту оптимальную стратегию уменьшения интенсивности антигипертензивной терапии. Я хочу подчеркнуть, что этот процесс должен быть очень хорошо контролируемым. И на любом этапе, когда мы уменьшаем дозу лекарственных препаратов или отменяем какой-то лекарственный препарат, мы должны очень тщательно наблюдать за пожилым пациентом и при ухудшении самочувствия и чрезмерном повышении артериального давления мы в любой момент можем вернуться на прежнюю ступень лечения. И обратите внимание, вот очень интересная стратегия была опробирована в британском исследовании Optimize, когда на основании тщательнейшего анализа получаемого лечения как антигипертензивной терапии, так и не антигипертензивной терапии проводились попытки уменьшения, снижения лекарственной нагрузки за счет отмены антигипертензивных препаратов. И обратите внимание, уважаемые коллеги, как тщательно мониторировался уровень артериального давления. И еще раз повторюсь, что деприскрайбинг или уменьшение интенсивности антигипертензивной терапии – это очень постепенное, пошаговое уменьшение интенсивности лечения. И в частности, опять-таки, стратегия применения делимой таблетки индопамида, индапа, очень интересна в этом отношении. Это не значит, что нужно отменять антигипертензивную терапию всем пациентам пожилого возраста, но нужно помнить, что такая стратегия имеется, да, и по определенным показаниям у пациентов с утратой автономности, очень пожилых пациентов в конце жизни мы можем к ней прибегнуть. И завершая свое выступление, поскольку все-таки мой доклад называется «Важность персонифицированного подхода к лечению артериальной гипертонии», я хочу вам напомнить слова нашего замечательного врача Сергея Петровича Боткина, нашего с вами классика отечественной медицины, «Индивидуализация каждого случая, основанная на осязательных научных данных, и составляет самое твердое основание лечения». И, уважаемые коллеги, мне кажется, что это должно быть девизом прежде всего в лечении пациентов пожилого возраста, а возможности персонификации лечения артериальной гипертонии во всех возрастных группах у нас с вами сегодня достаточно широки. Я благодарю вас за внимание, если будут вопросы, я готова на них ответить. Павел Иванович? Спасибо. Ну, пока сейчас никто ничего не написал у нас, вопросы. Я пока вот спрошу тогда немножко в сторону, хотя не совсем в сторону. А кто и как установил норму артериального давления? Вы знаете, нормы артериального давления устанавливались на протяжении очень многих лет. И, по сути, сейчас мы отталкиваемся от норм, которые нам устанавливают некий тот порог, когда имеется критическое повышение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и риска неблагоприятного исхода. И чем чаще, больше мы двигаемся в этом направлении, мне кажется, тем больше мы понимаем, что, возможно, чем старше становится человек, тем меньше мы можем ориентироваться на некие унифицированные подходы к определению нормы артериального давления. Ну, я-то с большим подвохом, чем вы выскользнули с петли. Про пожилых это вообще отдельный разговор. Но дело в том, что нет работ, подтверждающих риски при высоком давлении. Ну, Павел Андреевич, я рискну с вами в этом отношении не согласиться, потому что для достаточно широких популяций, в очень широком возрастном диапазоне у нас достаточно эпидемиологических данных. И у нас достаточно данных клинических исследований, которые говорят, что снижение артериального давления ниже определенного уровня снижает риски сердечно-сосудистые и продлевает жизнь. Другое дело, что все-таки мы вернемся, я позволю себе вернуться к теме пожилых людей, что все-таки, наверное, в возрасте после 70, после 75 эти взаимосвязи не столь однозначны, они меняют свой характер, но опять-таки все зависит от биологического возраста человека. И вот сегодня, на сегодняшний день накапливается очень много данных, что именно пожилые люди нуждаются в очень таком критическом и осмысленном подходе к лечению артериальной гипертонии. Ну, спасибо, хотя я должен не согласиться с утверждением, что снижение давления, полученное в рамках исследований, испытаний и уменьшающие те или иные эпидемиологические показатели, продолжительность там и так далее, что обратное тоже правда. Да, то есть высокое давление – это плохо, а вот низкое давление мы снизили, оно стало, соответственно, это не одно и то же. Невозможно так переводить, это неправильно, и мы, собственно говоря, боремся тоже всеми силами, всеми фибрами души, я бы сказал, боремся против нормы артериального давления 120 и так далее. Потому что нужны слишком хорошие доказательства того, что это действительно является плохим свойством. Потому что мы вот сейчас, на наших глазах произошла такая же история с уровнем глюкозы в крови, когда, ну, лет 15 назад просто, если ты скажешь, что 5,5 и все, и все должны, так сказать, сходить в строю, и это правильно, то сейчас мы знаем, эндокринологи перешли на индивидуальные нормы и говорят, что у кого-то 5,5, у кого-то 7,5, а у кого-то даже 12, ничего, потому что вот иначе ему плохо. Но опять-таки, Павел Андреевич, извините, я вас прерву, кого это касается? Прежде всего, это пациенты либо уже пожилые с определенной ожидаемой продолжительностью жизни, со снижением ожидаемой продолжительности жизни, и это пациенты с отягощенными другими заболеваниями, как правило, это мультиморбидные пациенты, и эти пациенты уязвимы с других точек зрения, да, то есть это все-таки более сложные пациенты. И опять-таки мы возвращаемся к вопросу того, что люди стареют по-разному, кто-то стареет раньше, кто-то стареет позже. И вот здесь вот опять-таки индивидуализация подхода, чем старше человек, тем она важнее. Ну, этот тезис у меня не вызывает никаких сомнений, я даже не хочу его обсуждать, потому что он понятен. Я про то, что, к сожалению, есть больные, у которых сахар очень высокий, ну, в данном случае мы знаем про глюкозу, и они с этим живут, и если вы им начинаете снижать уровень глюкозы, то они впадают в гипогликемические состояния, им гораздо хуже. Ну, ладно, это просто, так сказать, вопрос, надо ли проверять уровень калия перед назначением андопамида и отслеживать его в ходе лечения. Безусловно, перед назначением любого диуретика и любого препарата, который способен повлиять на уровень калия, мы должны оценить и уровень калия, и, что важно, еще уровень скорости клубочковой фильтрации, функцию почек мы должны отслеживать. И, по крайней мере, мы должны отследить хотя бы в течение месяца после назначения этих лекарственных препаратов, да, когда мы инициируем терапию, потому что абсолютно безопасных препаратов, да, не существует, и, может быть, мы что-то не учли в оценке пациента. Ну, тут продолжение вопроса от того же доктора. Перендоприл снижает выделение калия, достаточно ли он будет компенсировать снижение уровня калия, вызываемое эндопамидом? В принципе, достаточно комбинации ингибитор-АПФ и теозидоподобный диуретик, да, это классический путь уменьшения риска гипокалийний. Ну, вообще, если так честно, я на скидку, конечно, я не очень знаю литературу, мне кажется, что эндопамид не сильно снижает калия, так чтобы это было... Но, тем не менее, безусловно, он в меньшей степени, чем другие теозидоподобные диуретики, снижает калий, но, тем не менее, у определенных категорий пациентов мы все-таки должны об этом помнить, и я рискну опять вернуться к возрасту, что у пожилых пациентов особенно, у них вообще следует... Ну, еще было бы неплохо определять, а, кстати, определять не получится, но эндопамид вызывает обострение подагры, да? Опять-таки, в меньшей степени, чем любой другой теозидоподобный диуретик, и, понимаете, есть класс специфические эффекты теозидных диуретиков, да, есть индивидуальные эффекты теозидных диуретиков, мы не настаиваем на том, что препарат лишен какого-либо влияния является абсолютно гидральным, но то, что метаболические эффекты, выражены в меньшей степени, об этом мы можем заключить достаточно. Да, учитывая, что у нас эпидемия подагры сейчас, и 5% примерно населения на круг, а среди пожилых, я думаю, и побольше будет, имеет подагру, да, то назначение эндопамида может сопровождаться обострением подагры, и на это надо обращать внимание. Подагра может проявиться на фоне эндопамида, ну, просто это, как бы, неизбежное зло просто, в этом случае от него придется отказаться, но просто об этом помнить надо, потому что некоторые подагряки, как выяснилось, они не в курсе, что эндопамид может вызывать подагру. Хотелось бы услышать мнение Юль Викторовны по дистанционному мониторингу больных. За, против, есть ли польза, как лучше вести такой контроль? Вы знаете, безусловно, в этом есть большая польза, я бы сказала, потому что особенно в труднодоступных, скажем так, когда медицинская помощь все-таки ограничена, доступна, и, ну, даже когда она не ограничена, доступна, потому что вот взаимодействие врача и пациента – это важно всегда. Как это осуществлять? Сегодня имеются различные подходы, различные системы, мониторинга давления, глюкозы, которые могут передавать данные об измерениях через различные системы передачи данных. И вот здесь в этом отношении я вот хочу сказать, что вот у нас вот в гириатрии сейчас идет очень проект, я знаю просто, Павел Андреевич, у вас есть свой опыт развития системы дистанционного мониторинга, а сейчас мы инициировали мониторинг именно гириатрических пациентов в нескольких пилотных регионах Российской Федерации, в частности в Якутии, да, и там накоплен огромный опыт сейчас именно ведения пациентов ослабленных, пожилых, и одними из мониторируемых показателей является давление и гликемия. – Ну, я бы добавил, что за этим просто будущее. – Да, безусловно. – Причем ближайшее будущее. – Потому что я думаю, что нам пандемия очень хорошо в этом отношении дала определенный толчок к развитию дистанционных технологий наблюдения за пациентами, к взаимодействию с пациентами самого разного возраста, самого разной тяжести, дистанционному взаимодействию. И действительно, я с вами соглашусь, что это очень такой современный перспективный подход. – Как работают пожилые – это тоже вопрос в этом проекте. Я не знаю, вы видите вопросы? Про них ведь все говорят, что они ничего не умеют. Имеется в виду, что они не умеют пользоваться компьютером, смартфонами. – Знаете, пожилые люди бывают разные. Случаются и более молодые люди, которые не умеют пользоваться смартфонами и так далее. Но современные приборы, например, для измерения артериального давления, если предоставить пожилому человеку прибор с сим-картой, который передает эти данные, то это все зависит от уровня оборудования, которое для этого применяется. И тоже одна из задач, наверное, нашей промышленности сейчас – вот тем пациентам, которые нуждаются в этом, и в мониторинге, и в применении такого рода приборов, дайте предоставить в распоряжение именно вот эти приборы, которые могут быть использованы пациентам при минимальном обучении. – Вы не поверите, мы разговаривали с промышленностью несколько лет назад, с отечественной. Я говорю, ребята, не слабо вам сделать тонометр электронный? – Да ну шо вы, зачем это все? Я боюсь, что у нас нет своих электронных тонометров. – Ну, своих нет, но сейчас придется делать. – Ну, это немножко время и деньги, потому что это еще требует проверки, регистрации. Но на самом деле это большая беда страны, что у нас нету понимания того, что нужно реально больным, медицине и так далее. Они делают какие-то там алмаги, это, кстати, как раз конкретная компания, которая производит это все, чушню. А сделать тонометр им как-то вот, извините за жаргон, – Западло. Я просто в возмущении, потому что мы с этой компанией пытались там работать, ну, просто я вот в возмущенных отношениях к пациенту. Так, пациент с систолической гипертонией 150-160, для столичей 60-70, какой препарат выбора? – Ну, пожалуйста, тут может, если это не леченный пациент, да, выбора, наверное, два. Либо тезидоподобный диуретик, да, либо антагонист кальция-дегидроперидиновый. И не надо здесь бояться диастолического артериального давления, потому что при систолической гипертонии очень сложно контролировать систолическое давление. – Так, тут благодарность, что услышано то, что хотелось услышать. Кто хочет, тот пользуется. Возраст не влияет на навыки использования приборов и программ. По-разному. Мне сегодня один пожилой профессор, не очень пожилой, но пожилой, видимо, написал, что у него нет СМС, и он может отвечать только в WhatsApp. Ну, я затрудняюсь прокомментировать эту ситуацию. – Ну, вы видите, человек оказывается более продвинутый в телефонной грамотности, чем можно себе представить. Уже для него СМС – это отживший. – Нет, ну как это не отживший? Он не знает, что у него есть СМС, он пользуется, вы научили, WhatsApp, он пользуется WhatsApp. Ну, это на самом деле, я не знаю, присутствовали ли вы на первых заседаниях фонда Тимченко, когда они там делали первые свои шаги, и там как раз обсуждалась тема компьютерной грамотности пожилых, и говорили о том, как их нужно учить, и да-да, и сюда. Я вам хочу по секрету сказать, что пожилые сегодня не просто компьютерно грамотные, а они более компьютерно грамотные, чем молодые, потому что им делать больше нечего, они сидят с утра до вечера в социальных сетях. И если вы посмотрите на, так сказать, возрастной состав некоторых социальных сетей, но они там различаются от сети к сети, то вы увидите, что там очень много людей, ну, довольно глубоко пожилых, то есть это 80 там, за 80 лет, их много просто. Поэтому возраст не помеха, как говорят в гериатрии, да, это... Совершенно верно. Не могу с вами не согласиться. Хорошо, тогда спасибо. Вопросов больше нет.